Экономическая стагнация, какая является главным результатом последних 11,5 лет нахождения Владимира Путина в власти. Просто очень важно отметить, что эти 20 лет делятся на две неравные части. Одна более короткая, примерно 8,5 лет, при том, когда он являлся президентом страны, соответственно, с 2000 года до июля 2008 года. Вот это 8,5 лет. Это период бурного экономического роста, в течение которого российская экономика росла ежегодно темпом 7% и более, в результате чего за эти 10 лет, даже они чуть больше будут, эти 8,5 лет путинских и полтора года еще при Ельцине, за 10 лет с 1998 по 2008 год российская экономика удвоилась по размерам. Вдвое увеличились показатели ВВП на душу населения, более чем вдвое частное потребление на душу населения. По любым международным критериям это очень хорошие показатели. Просто это блестящие показатели. Это то, что экономисты называют экономическим бумом. Или даже некоторые журналисты, неплохо относящиеся к экономистам, называют экономическим чудом. Прямо скажем, что в истории России это лучший период в экономической истории. Никогда ранее и никогда после этого российская экономика не росла такими темпами и никогда благосостояние российских граждан не увеличилось такими темпами. Все это закончилось в июле 2008 года. С июля 2008 года по декабрь 2019 года, вот этот период 11,5 лет, российская экономика кумулятивно выросла примерно на 6%. Там она выросла, ну если брать 10-летний период, в два раза, то есть на 100%. Сейчас за 10 лет на 6%. То есть ежегодно она росла примерно на 0,4-0,5%. С точки зрения экономической науки такое положение называется стагнация. Причем эта стагнация еще хуже, чем та стагнация, которая была во времена Леонида Ильича Брежнева. Если говорить о точке, по крайней мере, точно радикального поворота с точки зрения экономической динамики, это, конечно, 2014 год. Это аннексия Крыма. Мы можем посмотреть, что сегодня доходы российских граждан, потребление российских граждан, розничный товароборот, покупки ниже, чем они были в 2014 году на 6, 7, 8, 10%. То есть сегодняшний уровень потребления российских граждан ниже, чем он был в 2014 году, вот на соответствующее количество процентов. Россия из этой, уже не стагнации, этого кризиса, потому что с 2008 года это будет стагнация, а с 2014 года это кризис. Россия из этого кризиса еще не вышла. Она по-прежнему, по показателям потребления, находится в положении более низком, чем она была 6 лет тому назад, 5,5 лет тому назад. Главные причины заключаются не только и не столько с внешними санкциями, хотя они тоже играют определенную роль. Самое главное это внутренние санкции. Санкции, какие политический режим Владимира Путина наложил на российскую экономику, на российское общество. Из-за этих санкций, а эти санкции, что это означает? Из-за этих санкций российская экономика не может расти. Что это за санкции? Это тот, та политика, внутренняя политика, внешняя политика, экономическая политика, социальная политика, какая направлена против российских граждан, против российских компаний, против российских предпринимателей, а также против зарубежных предпринимателей, которые решили инвестировать в Россию. Это постоянные преследования и российских и зарубежных предпринимателей, это нарушение прав собственности, это захват собственности, это посадка в тюрьму многих предпринимателей, это общий режим политического террора, который существует в стране последнее время. Вот именно эти политические условия не позволяют российской экономике вырваться из состояния сагнации. Мы можем видеть, что такая эволюция этого мировоззрения наблюдалась не только по отношению к экономике, не только по отношению к экономической политике, но и по отношению, например, к внешнеполитическому позиционированию страны. Вы помните, что в начале, например, путинского периода, в 2000-2001 годах Владимир Путин не единожды говорил о необходимости вступления в НАТО? Он говорил об этом публично, он вел об этом переговоры с зарубежными коллегами, и он был, по крайней мере, на внешний взгляд, на взгляд тех, кто находился в этот момент рядом во время переговоров, он относился к этому совершенно серьезно. Он относился к этому как одной из центральных задач в своей деятельности, в своей администрации. А сейчас, сейчас НАТО является главным врагом. 6 марта 2000 года, я когда работал, я работал тогда директором института экономического анализа, у меня на столе зазвонил телефон. И человек, который мне позвонил, оказался представителем администрации президента Путина из группы спичрайтеров. Он попросил меня прийти и объяснить кое-что. Когда выяснилось, что они хотят, они меня попросили объяснить, как так получилось, что их клиент, для кого они писали речи, поехал в город Иваново, город Ткачей, и точнее Ткачих, накануне 8 марта, поздравить российских женщин с 8 марта и произнес им зажигательную речь об экономической свободе. Поскольку на тот момент в России был только один человек, который использовал этот термин, этим человеком был ваш нынешний собеседник, то коллегам из группы спичрайтеров не составило большого труда обнаружить источник проблем, утечек. И поэтому они запросили разговора со мной, для того, чтобы понять, что это означает, что означает эта концепция, как мне надо относиться, и как, каким образом, как часто надо вставлять этот термин в речи Владимира Путина. Это говорит о том, что человек, о котором мы сегодня говорим, в марте 2000 года, почти 20 лет тому назад, произносил речи об необходимости экономической свободы для России. И тогда он воспринимал эти идеи на ура, он брал их на вооружение, и очень многие действия, которые он совершал в начале этого периода, действительно соответствовали требованиям экономической свободы. И не случайно, почему экономический рост в первые 8 лет в России был таким, каким он был, когда был экономический бум, когда было экономическое чудо. Потому что экономический бум, экономическое чудо были обеспечены осуществлением политики, нацеленной на расширение экономической свободы. Как только Владимир Путин решил действовать по-другому, перестал ориентироваться на экономическую свободу, экономический рост прекратился, перешел в состояние стагнации. Ключевой поворот в 2003 год, это с моей точки зрения. Именно в 2003 году произошло несколько ключевых событий, которые, с моей точки зрения, очень сильно повлияли на его сознание, на его мировоззрение. И когда он стал менять, стал осуществлять радикальный поворот от того раннего Путина к тому Путину, которого мы сейчас все хорошо знаем. Это начало Иракской войны, против которой Путин энергично восставал, противился, пытался убедить Джорджа Буша-младшего этого не делать. И причем он это делал и индивидуально, и вместе со своими немецким и французским коллегами. Он приводил массу аргументов, почему этого делать не надо, почему это нанесет большой ущерб. Я присутствовал при, по крайней мере, ревяде таких разговоров, я это видел, как это происходило. Он был абсолютно искренен, он был абсолютно последовательный, он считал, что это ведет к катастрофе. Это катастрофе на Ближнем Востоке, и в Ираке, и на Ближнем Востоке, и в целом в мире. После того, как это все равно произошло, он сделал для себя несколько важных выводов. Он принял для себя решение, что международное право можно нарушать. До этого у него этого в такой степени не было. И он для себя принял решение, если Соединенным Штатам можно здесь, то значит мне можно в других местах. И он стал следовать этому правилу. Но первое место, где он это использовал, это была Россия, внутри России. И поэтому первой жертвой этой новой политики стал как раз Михаил Ходорковский, стал ЮКОС, захват, разгром, национализация его в руки Роснефти и так далее. Но вот такой вот триггер, ключевое событие, которое перевернуло его представление об окружающем мире, это Иракская война, 2003 год. Продолжение следует... Продолжение следует...